Сейчас четвероногий друг в тепле и под защитой нового хозяина. Но пару недель назад собака находилась на грани. В середине августа в чате всех СНТ Бердска появилось тревожное сообщение – была сбита собака. По словам очевидцев, недобросовестный водитель наехал на животное, покинул место ДТП и оставил четвероногого погибать на дороге. На крик помощи приехала Анастасия Юрьева, но в обозначенном месте животного уже не было. Я пошла искать вдоль обочины, начала спускаться вниз во враг и действительно обнаружила там собаку. То есть она туда скатилась, в этот враг. К собаке нельзя было подойти, она очень сильно… Ну, во-первых, у нее был болезненный синдром, шоковое состояние. Собака кричала, лаяла, скулила, кусалась, рычала к себе, не подпускала. Однако собаку удалось транспортировать в ветеринарную клинику и после осмотра выяснилось, что у Джесси, так ее назвала новая хозяйка, множество травм, различной степени тяжести. Наблюдатели чата организовали сбор средств. На лечение пострадавшей за сутки собрали более 147 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас есть группа Джесси. В этой группе состоят 300 человек. Это все те люди, которым не безразлична судьба и дальнейшая вообще история Джесси. Вокруг меня собралось очень много людей, которые отозвались, которые душой болели. Болели вместе со мной, с этой собакой. Я сейчас буду плакать. Они вместе со мной переживали. Всю ночь были со мной на связи. И на следующий день администраторы чата, тех людей, которые организовали этот чат, они предложили, что теперь мы просто обязаны открыть благотворительный фонд и называть его в честь нашей собаки Джесси. Настоящий момент у Джесси удовлетворительное состояние. Собака продолжает регулярно получать качественную профессиональную помощь. Душераздирающая история вышла за пределы Российской Федерации и даже дошла до Германии и Казахстана. В завершении дачного сезона зоозащитники напоминают, что самовыгул животных – это небезопасно. И вместе с урожаем не забывать забирать домой и питомцев.